Вот и будет это в поисках кринджа называться рубрика. Всем привет, меня зовут Григорий Баженов и так уж вышло, что я стал экономистом. Вообще, я по большей части люблю рассматривать очень сложные темы, да, темы крайне неоднозначные. И часто бывает, что такие темы, они или про прошлое, или про будущее. А вот про настоящее у меня в целом, с точки зрения контента, мало. И сегодня, и впоследствии я решил поговорить именно о настоящем. Ну что ж, настоящая экономика. Итоги недели. Здесь я буду рассказывать о ключевых новостях и обязательно комментировать их в экономике России и мира. Базовый комментарий от экономистов. А также о том, что же интересного было написано экономистами в своих блогах. Начинаем! Первая запись в блогах экономистов, которая мне показалась очень интересной. Автор классической работы о том, как устроена социалистическая экономика и почему она принципиально не может быть реформирована, венгерский экономист Януш Карнае скончался на прошлой неделе в возрасте 93 лет. Вечная память Янушу Карнае. По-настоящему выдающийся экономист и крайне интересный. У него выходили работы, которые совершенно не в стандарте современных академических экономистов. Но при этом все эти работы мне кажутся достаточно значимыми. Из последних работ на русский переведена и вышла в 2012 году книга «Размышления о капитализме». Но вспомните, я хочу другую книгу. И в общем-то в блоге тоже вспоминают другую книгу. А именно книгу, которая вышла в 1980 году «Экономика дефицита». Эта книга произвела настоящий фурор, когда она вышла и повлияла на взгляды целого поколения. Особенно на поколения молодых советских экономистов и экономистов, которые так или иначе были внутри плановой экономики. Ну, в первую очередь можно вспомнить, конечно, о Егоре Гайдаре и прости господи Анатолию Чубайсе. В общем-то в этой книге содержался ответ на вопрос, почему советская экономика не работает. И почему при этом эту самую советскую экономику невозможно улучшить? Ее можно только перезапустить на совершенно новых началах. Что сделал Карнай? Карнай построил математическую модель плановой экономики, которая позволила показать и, в общем-то, даже доказать, что вот этот самый хронический повсеместный дефицит... Это не результат ошибок в планировании. То есть это не результат ошибок в вычислении. Или это не результат того, что кто-то плохо собирал какие-то у кого-то мнения среди населения, кому что нужно. А это фундаментальная характеристика, базовая ошибка планирования как такового. Дмитрий Травин, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, пишет следующее. Снабженцы советских предприятий стремились приобрести как можно больше ресурсов. И зная, что всего запрошенного им не дадут, завышали требования. Запас карман не тянет. И у нас возникал своеобразный порочный круг. Стремление всех приобрести больше, чем им действительно было нужно, увеличивало дефицит. И в ответ на это государство урезало заявки. Но это не приводило к тому, что предприятия начинали затягивать пояса. Напротив, они требовали еще больше. А это в результате усиливало дефицит. И в конечном итоге это все воспроизводилось снова и снова, снова и снова, снова и снова. Можно ли вообще решить эту проблему? Можно. Но для этого придется разгромить всю систему. То есть перевести предприятие на самоокупаемость. А для этого нужно, чтобы у вас стимулы были не плановые, а рыночные. Короче говоря, руководить всем должна была прибыль. Прибыль позволяет понять, какой объем запасов вам действительно необходим для того, чтобы в случае чего удовлетворить спрос. А какой запас будет излишним. То есть здесь возникает некий такой естественный стимул, который оптимизирует ресурсы внутри предприятия. Это не значит, что все предприятия тут же и сразу же становятся эффективными. Напротив, если мы начнем переводить такую громоздкую систему, какой была плановая система Советского Союза, на рыночные рельсы, многие предприятия, безусловно, обанкротились бы. Но это означает, что в целом у нас возникает определенная селекция между фирмами. И остаются в рынке лишь те, которые могут совладать с тем, что касается баланса спроса и предложения. Иными словами, через механизм цен мы с одной стороны узнаем, что действительно нужно экономике, а с другой стороны мы понимаем, что мы можем предложить. Устанавливается, если хотите, равновесие. Равновесие как некая ситуация, когда все понимают, что без влияния некой третьей стороны, в общем-то, ситуация будет достаточно устойчивой. Термин, введенный Янушем Карнае, мягкие бюджетные ограничения, это база для любого экономиста, который хочет оставаться в профессии. Что означает этот термин? Он означает простую вещь. У госпредприятий недостаточно стимулов быть материально ответственными. Если у вас возникли проблемы, можно всегда попросить еще у госбюджета. И он вам не откажет, потому что вы часть той системы, которая просто-напросто так работает. И выделить тех, кто по-настоящему хорош, и тех, кто действительно плох, крайне сложно. Потому что все в социалистическом соревновании такие. Нет, это важно! Явление мягких бюджетных ограничений, это не только про прошлое, но и про настоящее. На прошлой неделе у меня вышел ролик про Китай и про Evergrande Group. И, в общем-то, тот самый кризис рынка недвижимости, который сегодня есть в Китае, это тоже последствия мягких бюджетных ограничений. Подумайте сами. Вы начинаете стройку. Построили дом, продали все. Супер! Строите следующий. Продали 50% от того, на что рассчитывали. Но хотите строить еще? И тут мудрый Китай, крепкий нефритовый стержень, говорит, строй еще! У нас таргет по темпам роста ВВП. Нам нужно как можно больше процент показывать всем этим капиталистическим свиньям. И вы строите. Вы строите много. Но вы при этом не думаете о том, чтобы строить рентабельно. А потому что строительство, это, в общем-то, ну, понятный сектор для того, чтобы бустить ВВП. А в Китае до 2020 года были планы по темпам роста ВВП. Теперь их отменить. И вот вы строите, строите, строите. У вас никто ничего не покупает. Естественно, вам нужно где-то искать деньги на то, чтобы строить дальше. Где вы будете их искать? Правильно? Занимать в долг. Сектор банковский в Китае такой, что, в общем-то, основу составляют государственные банки. Они дают вам в долг. Вы строите снова. Они снова дают вам в долг. Вы еще больше строите. Долги копятся. Строительство множится. Но вот только толку от этого экономического особо никакого. Появляются города-призраки. Никто не покупает там жилье. Это не может длиться бесконечно. Рано или поздно это все заканчивается. И причина того, что там происходит, это мягкие бюджетные ограничения, которые в своей книге 1980 года «Экономика дефицита» описал недавно почивший Яныш Корнай. Зэбелл. Зэбелл. Можно говорить Эбелл, а можно говорить Зэбелл. Мне тогда звучало как Дэбелл. Ага. От великих экономистов к новостям сверхдержавы. ЦБ неожиданно повысил ставку на 75 базисных пунктов до 7,5% годовых. Это шестое повышение ставки ЦБ подряд. Всего с марта 2021 года ставка выросла на 325 базисных пунктов с 4,25% до 7,5%. Решение ЦБ не стало самым радикальным в этом году. В июле ставку уже поднимали сразу же на пункт, но стало самым неожиданным. Как пишет Зэбелл, в начале недели аналитики склонялись к 50 базовым пунктам. Но после парада введения QR-кодов в регионах и объявления о закрытии сферы услуг в Москве прогнозы изменились. Экономисты сочли, что перспектива давления ограничений на и без того замедляющийся рост нашей экономики, так вот это все вынудит ЦБ умерить скорость повышения ставки. В четверг 22 аналитика из 42 в панели консенсус прогноза Bloomberg прогнозировали повышение на 25 базисных пунктов. 19 считали, что ЦБ все же выберет 50 базовых пунктов и только один смело предсказал именно то, что случилось. Так почему это повышение было таким неожиданным? И что вообще говоря произошло и что это все значит? Давайте для начала с вами разберемся в том, что же такое ключевая ставка и как она работает. Ну представим себе обычный розничный магазин, ну тот самый магазин у дома. Мы не будем с вами брать крупных ритейлеров. Итак, как он работает? Работает он просто. Он покупает товар по оптовой цене, продает по розничной. Разницу кладет себе в карман. Ну и естественно издержки на персонал, на аренду, на кредиты, налоги и все прочее. Так вот банки они в общем-то работают примерно так же как магазины, только деятельность их сложнее и продукт у них другой. Что они делают? Их задача привлечь ликвидность дешевую и выдать ее в общем-то дороже. Или сделать так, чтобы эта ликвидность, которую они привлекли, помогла им принести больше доход. Короче говоря, они тоже пытаются купить задешево и продать задорого. Ну вы все знаете о том, что такое там зарплатный проект. Наверное многие слышали об этом. Вы получаете на карточку какого-то конкретного банка заработную плату. Почему банку это выгодно? Ну помимо того, что он зарабатывает на комиссии, он еще и знает о том, какие у вас устойчивые остатки на счетах. И вот теми самыми устойчивыми остатками на счетах он может управлять. И управляя вашими устойчивыми остатками на счетах, он может как раз заработать. Но это не единственный источник ликвидности у банка. У банка много источников ликвидности и в общем-то в том числе есть еще и кредитор последней станции. А в данном случае речь конечно о ЦБ, в нашем случае Банке России. И у Банка России есть ключевая ставка. Ключевая ставка это такая ставка, по которой банки могут как раз привлечь необходимую для них ликвидность и с ней поработать для того, чтобы получить прибыль. Либо это та ставка, которая в том числе сообщает им о том, что нужно ликвидность сберегать. И сейчас не время активного кредитования. Чем выше эта самая ключевая ставка, тем соответственно дороже ликвидность, которую он может привлечь непосредственно от ЦБ для того, чтобы получать прибыль. Вот и все. То есть логика простая. Повышаем ставку, банк в меньшей степени может привлечь ликвидность. Соответственно ему тяжелее будет получать на этом прибыль. Почему тяжелее? Потому что в определенной перспективе это происходит не мгновенно. Подстройка ставок рыночных, то есть тех, по которым мы с вами берем потребительские кредиты или по которым бизнес берет кредиты. Все это дело происходит не мгновенно. Это происходит постепенно. Но тем не менее банку для того, чтобы дополнительный кредит в случае необходимости, в случае нуждаемости привлечь, ему в общем-то придется столкнуться с большей стоимостью ресурса в оптовом сегменте. Если опять возвращаться к аллегории с розничными магазинами. Тем самым, выдавая меньше в кредит, он снижает что? Ну правильно, он снижает спрос. Часто у нас цены растут как раз из-за того, что денег в экономике становится много. А когда их много? Когда спрос активно растет. Расширяются монетарные каналы. И чем больше денег, если у нас товаров сильно больше не стало и, условно говоря, вот эти самые берега, они остались прежними. Эти вот каналы начинают переполняться. Ну и цены от этого растут. В руках центрального банка много различных инструментов, которые как раз и позволяют сделать так, чтобы этот поток переполнения этих самых монетарных каналов, он перестал быть таким интенсивным. И это позволит как бы цены сдержать. То есть, в общем-то, повышая ставку, останавливает спрос. Останавливает наполнение вот этих самых каналов. И не дает ценам так быстро подниматься. Звучит хорошо, но на деле все не так просто. Почему не просто? Сейчас как раз и объясню. И для того, чтобы в этом разобраться, нам нужно вообще понять, а почему растут цены вот сейчас. Ну вот то, что я вам описал, это типичная ситуация, когда у нас наблюдается инфляция спроса. Но на сегодняшний день у нас наблюдается не инфляция спроса. На сегодняшний день у нас скорее инфляция со стороны предложения. Шок предложения. В чем он заключается? А заключается он в том, что когда у нас вводились различные ограничения ковидные, мы с вами все сидели дома, а предприятия вынуждены были не работать, потому что мы с вами все сидели дома. В результате у нас с вами упал спрос, упало предложение. Правительство во всем мире переживали, что спрос упадет настолько, что, в общем-то, удар от той ситуации, которая сложилась, будет еще сильнее. И поэтому всячески спрос поддерживали. А вот с предложением сложнее. Предприятия тоже поддерживали. Но... И вот когда все ограничения были сняты, спрос стал восстанавливаться, особенно с учетом тех вливаний денежных, в том числе и прямых денежных вливаний на счета граждан, он стал восстанавливаться быстро, а вот предприятия выходили из вот этого вот самого локдауна намного дольше. Конечно, какие-то предприятия быстро развертывали свою деятельность, какие-то предприятия медленнее. Но в среднем предложение двигалось медленнее, чем спрос. И вот спрос убегал, а предложение его догоняло. И ситуация сложилась такой, что, в общем-то, спрос убегал весь 2021 год быстрее, чем предложение. К чему это привело? Это привело к тому, что не только в России, но и во всем мире цены стали активно расти. Речь идет, в первую очередь, о продуктах питания. На что, в том числе, наложился и шок предложения дополнительный, который заключается в том, что, в общем-то, наблюдался плохой урожай. Глобальные цены на продовольствие сейчас находятся на историческом пике. Индекс продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, оно же ФАО, показывает, что приобретать продовольствие на международных рынках в 2021 году сложнее, чем практически в любой другой год, начиная с 1961 года. Именно тогда ООН стала отслеживать динамику мировых продовольственных цен. За год по сентябрь 2021 года мировые цены на продовольствие выросли на 33%. За последние 60 лет индекс цен на продовольствие был выше, чем сейчас, только в 1974 и 1975 годах. А что у нас тогда произошло? В 1973 году произошел нефтяной шок. Что спровоцировал нефтяной шок? Это то самое эмбарго, когда страны-экспортеры нефти решили меньше эту самую сырую нефть поставлять на рынок, и цены на энергоносители взлетели. Цены на энергоносители выросли стремительно. Что это означало в 70-е годы? Это означало, что издержки на энергопотребление для всех предприятий, которые энергопотребляют, а, наверное, нет ни одного предприятия, которое вообще не энергопотребляет, стали серьезным образом расти. И вновь у нас возникла ситуация разрыва между предложением и спросом. Цены активно росли. И применительно к нашей истории как раз очень интересна история Пола Волкера и великой инфляции, которая длилась больше десятилетия в США. Почему эта история очень примечательна? Потому что она, в общем-то, разразилась во времена этого самого шока, предложения или нефтяного шока. В конце 70-х, начале 80-х экономической болезнью Соединенных Штатов Америки была высокая инфляция. Тогда новый глава ФРС Пол Волкер принял решение повысить ставки, чтобы, наконец, вылечить экономику от этого недуга. И вот, несмотря на рецессию и бунты, Волкер был убежден, что те меры, которые он принимает, это единственные меры, которые позволят вылечить экономику Соединенных Штатов. И поначалу казалось, что он не прав. Президент Картер хотел отставки Волкера. Но история распорядилась так, что победил Рейган. И Рейган поддержал Пола Волкера. «Я не целую мужчин, но тогда искушение было велико», – писал в мемуарах глава ФРС. Таким образом он прореагировал на поддержку победившего кандидата его политики по снижению инфляции в стране. И Волкеру удалось сделать задуманное – инфляция с почти 15%, просто вдумайтесь, да, 15% для экономики США. И вот эта вот инфляция наблюдалась в апреле 1980 года. И вот она снизилась, она упала до 4% в августе 1987 года. Именно тогда Волкер покинул пост главы ФРС. Что же он сделал такого? Он разорвал круг неконтролируемого роста инфляционных ожиданий. Он считал, что инфляционные ожидания крайне важны, если мы хотим побороть инфляцию. Почему они важны? Ну, грубо говоря, если все ожидают, что цены удвоятся, то все их действительно удвоят. Или можно привести такой пример. Когда у нас наблюдается высокая инфляция, скорость обращения денег возрастает. Так как что пытаются сделать люди? Люди пытаются обменять дешевеющую валюту на товары. И тем самым инфляция подпитывается еще больше. Но в том случае, если у нас низкая инфляция, то поставщики, когда они будут устанавливать цены, они понимают, что не будут их часто менять. Инфляция-то низкая, это делать незачем. То есть работает такое самосбывающееся пророчество. Если все ожидают высокую инфляцию, то все больше покупают. А это подстегивает инфляцию. Или если все ожидают, что цена удвоится, мы лучше возьмем, да и тоже удвоим ценники. А это подстегивает инфляцию. Инфляционные ожидания в том числе себя и проявляют через цепочку зарплат и цены. Если цены растут, мы будем просить у нашего работодателя увеличить там заработную плату. Потому что цены растут, мы хотим, по крайней мере, получать не меньше, чем мы получали до этого. Это будет подстегивать рост заработных плат. Рост заработных плат будет увеличивать издержки предприятий, что будет повышать цены. И вот эта вот цепочка, эта вот спираль, она будет раскручиваться. Примерно так это и работает, если очень сильно упрощать. Так вот, этот порочный круг, когда все ожидают, что цены будут расти, нужно было каким-то образом разорвать. Этот круг сумел разорвать Волкер. Действовал решительно и, несмотря ни на что, стоял на своем. Только последовательная политика Пола Волкера позволила исцелить экономику США от этого недуга. Что пытается сделать Банк России? Он пытается сделать то же самое. Если вы внимательно послушаете то, о чем говорила Эльвира Набиулина на пресс-конференции в пятницу, вы сможете услышать очень много раз словосочетания инфляционные ожидания. Хотя сентябрьский сюрприз данных по инфляции вызван в основном временными факторами, мы расцениваем эту ситуацию как потенциально опасную из-за ее влияния на инфляционные ожидания. В общем-то, именно с ними в первую очередь и борется Эльвира Набиулина. Смотрите, какая ситуация наблюдается. Мы понимаем, что рыночные ставки, ставки, по которым берут потребительские кредиты, или по которым предприятия берут кредиты, они сразу же не увеличатся вслед за увеличением ключевой ставки. Это не остановит спрос здесь сейчас. Потому что у нашего центрального банка один единственный мандат. И этот мандат заключается в том, чтобы поддерживать стабильную инфляцию в рамках того таргета, то бишь цели, которую он выбрал и счел нормальный. И ведь действительно, как сообщает Банк России, инфляционные ожидания в октябре повысились. Согласно опросу ООО «Инфом», проводимому по заказу Банка России, граждане оценивают инфляцию на год вперед в 13,6%. По данным мониторинга Банка России, краткосрочные ценовые ожидания предприятий также увеличились, хотя и остались ниже локального максимума мая-июня 2021 года. И, в общем-то, по понятным причинам, именно с этими самыми инфляционными ожиданиями и борется Банк России. Именно поэтому он стоит на своем, именно поэтому он повышает ключевую ставку на 75 базисных пунктов. Объявлены снова нерабочие дни. Они объявлены на федеральном уровне, а впереди Россия и всей Москва и Подмосковье. Уже присоединился и, как известно, Санкт-Петербург. С 28 октября по 7 ноября обслуживать клиентов не смогут предприятия сферы торговли и услуг, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа и других сфер. Исключение составит продажа лекарств, продуктов питания и иных товаров первой необходимости. Фактически это локдаун. Для бизнеса. По сути, предпринимателям снова останутся доступны лишь дистанционная продажа товаров и услуг. Если говорить про общепит, то это, если что иное, как работа на вынос. Нельзя сказать, что это хорошо. Я уже писал об этом в своем телеграм-канале. Подписывайтесь, кстати. Там публикуется уникальный контент, которого нет на ютубе. Так вот, я писал о том, что, в общем-то, первоначально все локдауны вводились именно для того, чтобы увеличить медицинские мощности. Увеличить их достаточно для того, чтобы в случае роста заболеваемости была возможность вылечить всех, кто заболел. Если вы с этим не смогли справиться более чем за год, наверное, вопросы в первую очередь к вам, а не гражданам России, которые не хотят почему-то прививаться. Нету доверия к российской вакцине. Мы получили вакцину одними из первых, и тем не менее, темпы вакцинации у нас крайне низкие. Власти провалили кампанию по вакцинации. Ни один ответственный, кто так или иначе соприкасался с этим вопросом, не был отправлен в отставку. Мероприятия, которые должны были бы увеличить доверие к вакцине, так и не проводятся. Люди по-прежнему не хотят прививаться. Будет ли способствовать росту вакцинации нерабочие дни? Нерабочая неделя, которая продлится с 28 октября по 7 ноября, вряд ли. Если будут продлевать, то возможно. Особенно, если будут кнут и пряник вводить. Ну, например, будут разрешать посещать заведение только тем, у кого есть QR-коды, и при этом будет понятно, что, в общем-то, эта перспектива достаточно длительная, аж вплоть до конца 2021 года. Возможно, это увеличит темпы вакцинации, но я сомневаюсь, что слишком значительно. Потому что ключевой фактор – это доверие, а доверие как не было, так и нет. При этом у нерабочих дней есть понятный трейд-офф, то есть понятные альтернативные издержки. И эти альтернативные издержки – это серьезный ущерб в сфере услуг. Еще больше предприятий закроется, еще больше человек потеряет свое постоянное рабочее место. Мы только начали оживать и снова себя окунаем в пучину нерабочих дней. Когда вводили QR-коды летом и выпускались приказы о том, что необходимо вакцинировать огромное количество людей на предприятиях, всем объясняли, дескать, это все нужно для того, чтобы новых локдаунов не было. Но новые локдауны случились. А все почему? Все потому, что идут противоречивые сигналы со стороны телевизора. То мы победили ковид, то не победили, то ковид уже закончился, то он страшная угроза и смертность растет. Определитесь уже и ведите последовательную политику. Такую же, которую проводил Пол Волкер, или такую же, которую сегодня пытается проводить Банк России. Меня могут заподозрить в излишних симпатиях к Банку России, и в общем-то это будет, наверное, в какой-то части справедливо. Но тем не менее, это один из немногих институтов, который проводит последовательную политику. Этому стоит, безусловно, у него поучиться. Как бы все так работали, не надо было бы пацанам лишний раз подставляться. Кто больше всего проиграет от локдауна? Безусловно, это будет сфера услуг. И наибольший урон понесет малое и среднее предпринимательство. Те, у кого запас прочности и без того крайне скуден. А значит, у нас усилятся тенденции по концентрации товарных рынков. Все меньшее количество игроков будет наблюдаться даже в таких типично конкурентных секторах, даже в нашей стране, как ресторанный бизнес, парикмахерские услуги и так далее. На этом завершается первый выпуск нашего экспериментального формата. Надеюсь, вам понравилось. Если это так, ставьте лайки, жмите на колокольчик и, конечно, подписывайтесь. До новых встреч! Мы постараемся выходить с этой рубрикой еженедельно. Ну а если вам что-то не понравилось, или наоборот очень понравилось, и вы хотите чего-то еще, пишите об этом в комментарии. Ну и, конечно, не забывайте присылать ссылки на интересующие вас новости в мой телеграм-канал. Пока! Там вообще что-нибудь интересное было, нет?